Президент Грузии Гамсахурдия с призывом «Грузия для грузин», только вдумайтесь в эти слова, приказал штурмовать Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших, десятки тысяч беженцев, разоренные села. Вот к чему тогда это привело. Во-первых, тот лозунг, который мне приписывают, я говорю, что Грузия только для грузин, это искажение факта. Я говорю, что Грузия это страна грузин, но одновременно мы признаем права всех представителей, всех национальностей, которые живут на территории Грузии. Это мы всегда оговариваем, понимаете? Из хайцинского договора. Исходя из хайцинского договора, исходя из общепризнанных правовых норм. Так что мы никогда не проповедуем ненависть и вражду другим народам. Но в свою очередь представители других народностей проявляют агрессию, например, против грузинского населения. Были факты такой агрессии в Абхазии, были в так называемой Южной Осетии. Так что это общеизвестно. Поощряются темными силами, так сказать. Какими темными? Ну, это я бы сказал, из митрополии имперские темные силы это поощряют, чтобы вызвать вот эти национальные конфликты. И этим парализовать национальное движение. Но факты есть вот по этому вопросу? Конечно, есть. Конечно, есть. Пожалуйста, вот смотрите, что произошло в Абхазии, что произошло в Цейнвале. Я не веду, что вот это инспирировано. Конечно, есть люди, которые вот приезжают, например, в Цейнвале, прямо из Москвы, и они инспирируют это. Такие организации, которые это делают, они настолько... Замаскированы. Искусственно замаскированы, что им прямо юридически доказать это невозможно. Это вы тоже отличны. Но вот безнаказанность вот этих провокаторов, этих террористов, которые совершают вот эти преступления, вот сама эта безнаказанность наводит на эту мысль, понимаете? Что им развязаны руки, им даны все права, они все могут, понимаете? И они безнаказаны по сей день. Почему, когда дело касается Грузии, вот возникают всякие сомнения, возникают всякие споры, возникают всякие лозунги, там, якобы неправомочные, с вашей точки зрения. Но вот вчера по центральному телевидению выступал Михаил Сергеевич Горбачев. Все мы слышали? Да. Вот. Какие лозунги были на Красной площади? В Москве. Да, в Москве. Во время Первомайской демонстрации. И сравнивать это с нашей диспетчатой. И сравнивать это с лозунгами. Я, так сказать, не защищаю. Может быть, где-то там, значит, вот в колонии демонстрантов, какой-то там лозунг может и быть, который кому-то может быть и неприемлем. Но лозунги, которые поднимались в Москве на Красной площади во время Первомайского, не демонстрации, а митинг там был, вот, приведшие к тому, что президент страны, которого мы сейчас пытаемся защищать, его личность, так сказать, он символ нашего государства, и другие руководители страны должны были покинуть тригону в Мавзолея и отправиться. Почему это не вызывает никаких, так сказать, сомнений и удивлений? А когда какие-то лозунги появляются у нас, мгновенно начинают выяснять, что откуда и почему. Вот такой контакт, который произошел у нас за столом сегодня, я думаю, что он приведет к тому состоянию и грузинского народа, грузинской нации, и всех народов, населяющих нашу республику, полного единодушия и поддержки того национально-освободительного движения, которое сейчас участвует.